Привет, Селена! Это Сергей Ульянов. Сегодня 25 января 2023 года, 10.42 пм по калифорнийскому времени, среда. И сегодня я посмотрел фильм, о котором уже было много разговоров, но который до сегодняшнего дня у меня не было просто физической возможности, хотя бы был жуткий интерес, посмотреть фильм. Я посмотрел фильм «Блондинка». На английском он называется «Блонд». Я думал, что он называется «Блонги», на самом деле «Блонд». Читается как «Блонд». Все прекрасно понимают, что речь идет о биопике жизни Мэрины Монро. И те, кто уже смотрели обзоры на моем канале, знают, что здесь будут спойлеры. И поэтому контекст моего видео, в общем, обсудить его так, как вот если бы ты вышел из кинотеатра с другом, и вот поделиться своими мыслями, рассуждениями так, как бы ты рассказывал о них, этому человеку после фильма. Поэтому, если вы не смотрели, посмотрите, откройте это видео, когда посмотрите. И если у вас нет желания, можете смотреть фильм, можете послушать меня. Но, конечно, это тот фильм, почему? Конечно, потому что, наверное, «Персона» легендарная. И хотелось бы все-таки предложить его посмотреть каждому, потому что этот фильм, который очень сильно меня зацепил. И в нем слишком, слишком оказалось, слишком много триггеров лично для меня. И я попробую сейчас не только обсудить эти факты из ее биографии, как и сделать какие-то дополнительные выводы. Первое, что, конечно, хотелось бы сказать, очень хочется пожелать и себе, и каждому из тех, кто смотрит это видео, чтобы о вашей жизни не получилось такое грустное кино, как о жизни Мэдден Монро. Я являюсь поклонником биопиков, фильмов о жизни людей и биографии. Больше тяготею к жанру биографического фильма, даже не сколько документального, сколько историй, настоящих историй о жизни, рассказанных языком кинематографа, красиво рассказанных, с завязкой, кульминацией, развитием. И книги такие стараюсь же читать. В общем, потому что, как сказал муж моей подруги, что жизнь — это, по-моему, как же звучала эта цитата, лучший режиссёр, да, что никогда не придумаешь такой сюжет, кроме того, что волнуюсь немножко, потому что очень всполохом всплывают эти воспоминания, эти сцены. В общем, порой ни один человек не придумает такой сюжет, который мог бы произойти в реальной жизни. Наша жизнь более неожиданная, яркая и настолько непредсказуемая, как и жизнь Могель Монроу. В этом году, в конце прошлого года, я посмотрел фильм «I wanna dance with somebody» о Удне Юстин. Я выкладывал тоже по ссылочке внизу, вы найдёте плейлист с обзорами фильмов. Я был шокирован тем, насколько я вообще ничего не знаю о жизни Удне Юстин, насколько моё представление о её жизни отличалось абсолютно от того, что было на самом деле. Что касается Мэрины Монроу, я не очень хорошо знал её биографию. Перед просмотром фильма несколько недель назад я посмотрел очень короткую, краткий обзор на её жизнь на канале «А поговорить» с Ириной Шихман. Кстати говоря, очень рекомендую тоже посмотреть этот обзор. Он никак не испортит впечатление о фильме перед просмотром фильма. Но хочется сказать о том, что я абсолютно ничего не знал о её жизни до этого момента, когда я посмотрел обзор. Я не знал, что Мэрилин умерла, что она совершила суицид. Я ничего не знал о её семье. Наверное, главное, что хочется сказать, это то, что человек, который был рождён в нелюбви, мне очень неприятно, что мне приходится это говорить. Для меня это очень актуальная тема. Я всю свою жизнь, всю свою жизнь считал, что... Что я... В общем, я чувствовал себя, как Мэрилин Монро, брошенным, ненужным. Я много раз спрашивал свою мать, для чего она меня рожала, если она настолько не интересуется мной. К счастью, этот фильм... Почему я хотел бы, чтобы каждый из вас его посмотрел? Потому что это возможность посмотреть на ту историю жизни и исключить этот сценарий из своей жизни. Потому что для меня вот всё развитие событий этого фильма, оно настолько соотносится с моим прошлым. И вот эта попытка найти в партнёре отца, которого не было, и ты хочешь в себе восполнить этого отца. Когда-то в какой-то момент, как часто бывает, когда нам чего-то не хватает, мы сами пытаемся в отношениях стать отцом, выполнить роль того человека, которого нам не хватает, как бы показать своему партнёру, вот, я к тебе отношусь так, с такой заботой, с такой любовью, пожалуйста, я показываю тебе, как я бы хотел, чтобы ты относился ко мне. Но когда ты берёшь на себя эту роль, обычно партнёр становится ребёнком, за которым нужно ухаживать, которого нужно оберегать, который проказничает, капризничает. И ты становишься сам этим отцом. Ты бы хотел получить от своего партнёра отцовскую любовь, но ты сам становишься папой. И впоследствии у меня произошла и смена понятия, когда я осознал, что я пытаюсь стать отцом. Я исключил этот сценарий из своей жизни и начал искать отца для себя, человека, который заменит мне, подарит мне. У меня была такая же история и с матерью. Я пытался найти её среди матерей своих подруг. Я пытался найти её среди своих начальниц на работе. Каждую женщину, мудрую, более взрослую, чем я, даже свою старшую сестру троюродную, я в своей душе соотносил с ролью матери, и поэтому отдавал, вот как и Мэрина Монро, отдавался вот этим людям полностью, беспрекословно, пытаясь выслужиться, пытаясь, пожалуйста, любить меня. Я сделаю всё, я буду самым хорошим, я буду самым лучшим. Пожалуйста, любите меня. Сначала у меня была такая история с матерью, потом с отцом. И, к сожалению, те люди, на которых ты возлагаешь такую ответственность, они не понимают того, что ты ожидаешь от них, того, что они будут твоими родителями. Они видят просто очень услужливого, выслужливого человека, который, услужливого человека, который пытается отдать всё, и, наверное, у него для этого есть какая-то причина. И люди обычно не разбираются с этим, они просто, работа заканчивается, они уходят домой. Или подруги, матери моих подруг, они немножечко провели время со мной и вернулись в свою семью домой. А я оставался снова ни с чем. И сколько бы ни пытался заслужить эту любовь, у меня это не получалось. И вот эти все ситуации, когда Мэрилин выбирала себе мужчин, которые полностью уничижали её, уничтожали её, выводили, то есть вместо той поддержки, которую она требовала, просила, молила, ждала, она получала взамен просто... То есть потому что люди воспринимают, когда ты так себя ведёшь, люди воспринимают себя просто как податливого, они не понимают, чего тебе нужно. Давайте сразу, какой выход из этой ситуации? Выход из этой ситуации – это в первую очередь терапия и огромное количество литературы. Я понимаю, что тогда, 90 лет назад, не было всего того, всех возможностей, которые есть у каждого сейчас человека. В наше время – это терапия. Терапия очень сильно помогла мне взрастить любовь к самому себе, самому себе стать этим самым отцом, самому себе стать другом. И только когда ты начинаешь любить себя, когда ты начинаешь... Её ударил мужчина, как только это произошло, ей нужно было сказать, что если это повторится ещё раз, я уйду. Если бы это повторилось, она бы ушла. Но она уходила из одного во второе, из второго в третье, в точно такие же отношения, где никто с ней не считался. И мне это очень сильно близко, мне это очень понятно. и вот эти все истерики – это всё из-за того, что ты не имеешь возможности просто проработать, полюбить себя. Ты не понимаешь, почему, за что тебя... Ты же хорошая. Ты же хорошая. Почему тебя никто не любит? За что ты это испытываешь? Твоя жизнь становится полной мукой. И только когда ты говоришь, что «Нет, я буду любить себя», если ты хочешь причинить мне боль, тебя не будет в моей жизни. Я не знаю, блядь, почему так работает это. Потому что мы живём не в сказке, потому что мы живые люди, потому что наша природа работает так. Но только тогда, как только ты говоришь «Вон из моей жизни», в твою жизнь приходят только те люди, которых ты будешь любить. Но для этого нужно с этими людьми попрощаться, которые тебя не ценят, не любят, не поддерживают, не понимают. Нужно сказать «Пока», если они захотят вернуться с другим осознанием, можно их принять снова, выслушать, по крайней мере. Но если нет, то навсегда расставаться, и это откроет тебе дорогу, расчищая этих людей, ты даёшь себе возможность встретить тех людей, которые будут любить. То есть, когда ты смотришь на себя в зеркало, и ты любишь себя, когда ты воспринимаешь себя как счастливого, здорового, полноценного человека, другие люди на тебя также смотрят. Они видят, что «О, я ей сказал, пойдём за мной», она за мной не пошла. «О, она, значит, я могу её уважать». Вот, блядь, ну так это работает, к сожалению. И та же самая история про актёрскую карьеру. Человек, который не уважает себя. Мы в этом фильме, мы видим, насколько глубокая и большая актриса она, и насколько она сама себя, она всё время, она снимается в голливудских фильмах, и она всё равно говорит, «Я хочу пойти в школу актёрскую, чтобы играть что-то серьёзное». Вот всё то же самое, что я говорю про себя. Я думаю, ну, у меня есть опыт, ну, мало у меня театральная школа, у меня театральный вуз, но нет, всё равно я собираюсь ещё. Ну, это же мало, это было давно, это… У меня куча кейсов, у меня я работал как актёр, как режиссёр, как продюсер, как менеджер проекта, как сценарист. Даже сам вешал эти, в прямом смысле слова, плакаты рекламные в метро и на билборды, и всё равно ты думаешь, «Ну нет, я ещё недостаточно, недостаточно». Откуда это всё? Из-за нелюбви, из-за того, что тебе в детстве сказали, что ты не нужен, из-за того, что тебе показали, что ты не нужен. Тебя бросили, и ты всё время пытаешься всем доказать. Если бы ты мог, если бы ты мог, а ты можешь это сделать, и я могу это делать, и я это делаю сейчас, полюбить себя, ты исключаешь все подобные ситуации. Ты понимаешь, что тебе не нужно, чтобы тебя трахал продюсер, для того, чтобы ты стал актёром. И я ещё раз хочу сказать, что я очень сильно благодарен этому фильму за то, что он показал возможный сценарий моей жизни. Главное, что я начал делать во время этого фильма, я написал, я сделал два списка у себя. Один список, кому я всегда могу позвонить в сложной ситуации, кто никогда меня не осудит и поддержит. И второй список я сделал на случай экстренной ситуации в моей жизни, когда, я не знаю, я попаду в какую-то беду, и, знаете, есть emergency contact, по-моему, это называется так, в айфоне ты можешь забить себя, если вдруг, не дай бог, с тобой что-то произойдёт, и там кто-то найдёт твой телефон, чтобы они могли найти информацию, emergency contact, которые могут себе позвонить. Я составил список этих контактов, этих людей, прям в первую очередь позвонить этому человеку, во вторую очередь, если первый не сможет ответить, этому человеку, во вторую, в третью очередь, этому человеку. Для меня это было огромной поддержкой, потому что я понимал, что у меня есть эти люди. Кого-то я, подумав два раза, вычеркнул из этого списка, и это очень важно. Первый список для того, чтобы понять, что этим людям ты всегда можешь позвонить, когда ты понимаешь, что тебе пиздец приходит сейчас, что ты сейчас, что не знаешь, что можешь с собой сделать. Январь у меня был очень тяжелый месяц, и я почти что остался в нищем. У меня были мысли подняться на второй этаж, в комнату моего ландлорда, и я знаю, что у него есть таблетки, которые можно съесть, и не всегда остаться в этом моменте. И я знаю теперь, что я могу всегда, когда у меня есть такая ситуация, я могу позвонить своему психотерапевту, я могу позвонить своему лучшему другу, я могу, я могу, мне есть кому позвонить, я знаю, и мне не нужно будет думать, что в этой же ситуации, когда тебе пиздец, ты думаешь, что мне некому звонить, я не знаю никого, кто мог бы сейчас меня поддержать, потому что все против меня, мир против меня, меня не любят, или что-то в этом роде, я составил этот список, чтобы позвонить, чтобы мне сказали, что все хорошо, ты классный, ты молодец. И если вдруг на всякий случай что-то произойдет, я знаю, что есть человек, который вытащит меня из какой-то тяжелой ситуации, из второго списка, как минимум первый номер, все остальное это уже по мере убывания, где-то может быть поможет, может быть нет, но я этот список составил. И я предлагаю каждому человеку сделать вот такие emergency списки, которые помогут вам сохранить вашу жизнь. И я, наверное, в таких же чувствах, как после этого фильма, был после просмотра документального фильма об Александре Маккуин, я думаю, вы знаете этого, потрясающего модельера, фэшн-дизайнера, для меня полностью откликалось все то, что происходило с ним, вот эти вот набрать вес, сбросить, операция, что-то вот, это не любовь, постоянное непринятие себя и в конечном счете самоубийство. Несмотря на то, какие гениальные он вещи делал, не было человека, который бы его любил, зато какой он замечательный, такой, какой он есть. И этот фильм, я... Мне очень было тяжело в конце. Я не думал, что этот фильм будет таким тяжелым, таким сложным. Честное слово, я понимал, что он скорее... Ну, что он закончится самоубийством, но мне... Я не понимал, насколько он тяжелый, конечно. И я благодарен этому фильму за то, что он мне показал, знаете, как вот... Мультиверс, да, мультивселенная, какую-то возможную линию моей жизни. Я увидел этот сценарий, я написал себе несколько заметок, написал себе несколько напоминаний о том, что моя жизнь не будет такой. Мой мужчина, мой муж не будет для меня папиком, я не буду заменять отца своим мужчиной. Я... Мой... Мужчина будет моим партнером по жизни, будет моей любовью, будет моим другом. И только настоящее взаимопонимание, взаимопринятие. И не секс. И не секс. Я понял, что когда тебе 35, и ты понимаешь уже, да, что ты сейчас в том возрасте, когда ты знаешь, как это работает, ты знаешь, что секс никогда не сделает... То есть секс не может удержать отношения. Секс – это очень круто, но это только одна из частей. И я понимаю, что самое важное – это то, что внутри. То, как вы друг к другу относитесь. Секс может надоесть, устать, устать скучным уже через две недели. Сейчас это все так слишком быстро продвигается, что даже вот это состояние влюбленности сейчас не длится так долго, как это было в моем подростковом периоде. И сейчас наиболее ценно найти себе человека, с которым тебе будет о чем поговорить. Секс вы решите, как вы будете им заниматься. Вдвоем, втроем, open life, не знаю, там, секс вечерин. Что угодно. Но самое главное – то, чтобы вы были два человека близкими друг к другу. Вот внутри, внутри. А все остальное, все это, такие условности придуманные, блядь, непонятно кем, какими-то моралями. Главное – это то, что у тебя есть человек, с которым ты можешь быть собой, и который будет тебя принимать, и который будет тебя уважать. И я хочу, чтобы моя карьера в Голливуде была счастливой. Я очень сильно хочу, чтобы по моей жизни сняли счастливый поёбик. Он, конечно, будет с очень тяжелыми, очень тяжелыми деталями. Но я хочу умереть счастливым человеком. Я хочу жить очень долго. Я, правильно сказать, что я хочу жить очень долго. И хочу, чтобы моя жизнь была счастливой. И мне очень жаль жертву Монро, для того, чтобы мне нужно было это понять. Потому что я находился в шаге от этого поступка. Миграция – это очень просто. Особенно, когда ты зависишь от огромного количества людей, которые находятся вокруг тебя. Мне очень сильно хочется и чувствовать свою независимость, и при этом чувствовать спокойное душевное состояние от зависимости. Когда ты зависишь от другого человека по любви, тебе не приносит это боль. И ты не чувствуешь себя зависимым от его... Если, в общем... Это такое безусловное доверие. Безусловное доверие, когда ты не боишься быть преданным. Вот это, наверное, самое главное, что я хотел сказать. Наверное, очень важно будет отметить в этом фильме, конечно же, этот момент с песнями. Вот эти все песни, которые воспринимаются как секс-гимны. В какие моменты и после каких сцен они были здесь вставлены. Это когда начинали звучать эти веселые песни, у тебя сердце просто обливалось кровью, и сейчас я не знаю, как я смогу по-другому воспринимать все то, что звучало тогда. Я хочу пожелать себе, я хочу пожелать каждому, кто смотрит это видео, быть счастливым, стать самому себе родителем, не искать вот эти подмены, найти себя в своей жизни и не ждать какого-то папы, не пытаться стать кому-то папой, пытаться, точнее, быть самому себе самым главным человеком и при этом быть в добром партнерстве с человеком, от которого так приятно зависеть, и от которого не страшно быть любимым. с которым не страшно любить и быть любимым. У меня все. Если вам понравилось это видео, это нужно сказать, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. У меня есть другие обзоры фильмов, мои соцсети внизу. Если вам понравилось то, что я сказал, если вам есть что добавить, если вам есть о чем поделиться своей историей, своими мыслями, своими размышлениями, пишите, пожалуйста, об этом. Я сейчас... У меня есть несколько других обзоров фильмов, каких-то таких же, очень классных, очень сильных, очень важных, которые нужно посмотреть каждому актеру, каждому человеку на земле. Так много брошенных людей, так много людей, которые были... испытали тяжелое детство. Этот фильм номинирован на «Оскар». Возможно, я еще что-то из номинантов посмотрю, и я все-таки актер, я сейчас в Голливуде. Конечно, очень страшно от того, что это все происходит здесь. Ты понимаешь, насколько здесь развито все, насколько люди мыслят шире, но даже при этой широте мышления происходят такие страшные вещи. Это так парадоксально, это так парадоксально. И от этого и одновременно, и это очень сильно тебя поднимает, то, что ты сейчас здесь, ты был в ЛА, ты здесь ходишь по этим улицам, ты заходишь в эти заведения, где это все снимается, где это все происходило. И при этом так страшно, что при этой вот широте мышления люди остаются все равно наедине с собой. Ну, вот в этом и важно. Быть не одиноким, а уметь быть наедине с собой. Знать, что у тебя есть книги, фильмы, музыка. Твое собственное творчество продолжает заниматься творчеством. Я обещал себе, я начну писать книгу. В детальщине, когда я находился, я что-то написал, но это было очень тяжело. В общем, в тяжелых ситуациях, знаешь, что ты есть сам у себя, и изливать свои чувства. Это видео, это тоже попытка излить свои чувства. Это очень питательно. А еще питательно будет посмотреть через какое-то время и проанализировать этот опыт, как это было с тобой, и где ты сейчас, чего ты достиг сейчас. Спасибо за то, что были со мной вместе. Если вам понравилось, подписывайтесь, будем вместе на коннекции. Это был Сергей Ульянов. Будьте счастливы. Все будет классно, все будет охуенно, все будет супер, круто, все будет хорошо. У тебя есть ты. Ты всегда есть сам у себя. Поэтому будь сильным. Ты всегда сам есть у себя. Будь сильным. И твоя жизнь, твоя история будет счастливой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok